Старт летнего университета для иностранцев. Как жители Казани могут помочь спасти природу? Почему дети не доверяют родителям? Всем привет! В эфире Универньюса в студии Илья Андреев. Представители Казанского федерального университета приняли участие в досрочных выборах президента Республики Узбекистан в качестве международных наблюдателей. Избирательные участки в Бухарском государственном университете посетили декан юридического факультета Лилия Бакулина и заместитель декана по воспитательной и социальной работе подготовительного факультета КФУ Лариса Вахитова. Представители Казанского университета планируют посетить избирательные участки в Ташкенте. В Казанском федеральном университете стартовал летний университет. Это проект для иностранных студентов, который поможет им погрузиться в атмосферу обучения в российских вузах и окунуться в культуру Республики Татарстан. О том, что это такое и какие мероприятия ожидают гостей Казани, расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет продолжает расширять свои границы и предоставлять возможность иностранным студентам почувствовать на себе все прелести обучения в российском вузе. 10 июня состоялось торжественное открытие проекта «Летний университет-2023», где гостей столицы Татарстана познакомили с предстоящей двухнедельной программой. Основной задачей проекта является популяризация российского образования за рубежом, а также установление межличностного, межкультурного и межнационального общения. Проект «Летний университет» осуществляется на базе трех вузов. Сибирский федеральный университет, где участники проекта могут попробовать себя в менеджменте. Уральский федеральный университет, который предоставляет возможность пройти обучение на направлении машиностроения. И Казанский федеральный университет, который своими программами обеспечивает полное погружение иностранных студентов в культуру Татарстана. Летний университет фактически это большой летний лагерь для иностранных студентов, иностранных абитуриентов, которые планируют в дальнейшем поступать в вузы Российской Федерации. Проводится он в таком масштабе впервые в этом году на базе трех крупнейших университетов России. Это Сибирский федеральный, Уральский федеральный и, конечно, Казанский федеральный университет. 300 ребят нам приехало более чем из 30 стран мира. Это и дальние зарубежья, такие Куба, Алжир, Египет, Турция, Сирия, ближние зарубежья Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Китай, Иран даже приехал к нам в эти дни. Из Индии есть ребята. Программа летнего университета будет включать в себя лекции, семинары, практические занятия, а также экскурсии и культурные мероприятия, которые подразумевают квесты, фестивали и другие события, знакомящие иностранных студентов с культурой России. В Республику Татарстан приехали 300 иностранных граждан. География очень обширная. Страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди ближнего зарубежья пространство СНГ. Наибольшее количество заявок подали представители Республик Казахстан и Узбекистан. Страны дальнего зарубежья представлены Кубой, Алжиром, Турцией, Сирией, Ираном и Нигерией. Это отличная возможность для иностранных студентов попробовать себя в разных направлениях и раскрыть свои возможности, чтобы позже применить их на практике. Наш университет создавался всегда как университет, который служит на стол между культурами Запада и Востока. И поэтому мы продолжаем эту миссию, очень активно работаем на рынке международного образования и являемся одним из лидеров в экспорте российского образования, о чем свидетельствует то, что у нас сегодня обучается в университете более 11 тысяч иностранных студентов. Участники летнего университета приедут с экскурсии в Свияжск и Иннополис, а также пройдут по главным историческим местам Казани. Кроме того, у них будет отличная возможность познакомиться друг с другом и представить свои страны, культуру и традиции. Образовательная программа пройдет по следующим трекам. Естественные, инженерные, общественные, экономические и гуманитарные науки. Дополнительная программа, направленная на взаимный культурный обмен между участниками, поможет иностранным студентам укрепить свои знания о культуре Татарстана. На выбор студентам предоставлялись множество образовательных программ. Языки и культуры России, дизайн среды и тактический урбанизм, международные отношения и Россия в глобальном мире и многое другое. Важная задача летнего университета – познакомить иностранных учащихся с актуальной научно-образовательной повесткой Российской Федерации, поспособствовать созданию и развитию межкультурных студенческих сообществ. Естественно, у нас огромная амбиция. И с точки зрения реализации различных проектов, которые сегодня объявляются, и с точки зрения привлечения ребят из других регионов нашей необъятной страны и из-за рубежа. Я надеюсь, что сегодняшний форум будет способствовать этому, и что молва о нас пойдет и дальше, и по итогам этого форума количество иностранных студентов у нас будет увеличиваться. Программа «Летний университет» поможет зарубежным студентам попробовать себя во множестве направлений и помочь им найти в себе силы, чтобы реализовать новые проекты при поддержке вузов страны. Елизавета Газелянова, Александр Кузнецов, Универньюз. Этим летом абсолютно любой житель из столицы Татарстана сможет почувствовать себя настоящим исследователем. В рамках проекта «Горожанин-ученый» участники программы смогут самостоятельно провести анализ, выдаемы республики, изучить основные аспекты по их сохранению и отправиться в настоящую экспедицию в формате «Сплава» вместе с представителями Русского географического общества. Сюжет нашей новостной службы от Маргариты Михайловой. Ежегодно в столицу Татарстана приезжают несколько миллионов туристов, чтобы насладиться местными красотами и окунуться в атмосферу татарской культуры. И хотя природных объектов здесь немало, многие из них нуждаются в помощи. Невнимательность человека приводит к их загрязнению и вымиранию редких видов животных и растений. Я думаю, каждый человек может влиять на качество воды, потому что качество зависит от того, что мы делаем как потребители. Когда мы приходим на пляж, оставляем ли мы после себя мусор, угольки от шашлыков. Также общественное мнение играет тоже большую роль. То есть, если люди понимают значимость ценных природных объектов, соответственно, они могут бороться за них. Чтобы повысить экологическую грамотность горожан специально для казанцев, была организована серия мероприятий. Горожанин-ученый – это целый комплекс интересных мастер-классов и лекций. Каждый участник программы может почувствовать себя исследователем и самостоятельно провести анализ состояния окружающей среды. К примеру, в минувшие выходные им удалось проверить воду из реки Казанка. Экспресс-тест позволил определить содержание кислорода в представленном образце, а также проверить его электропроводность. Помимо этого, образцы были изучены и на наличие микроорганизмов. Вот мы взяли воду из реки Казанки для того, чтобы понять, кто в ней обитает, кроме рыб, которых мы можем увидеть глазами. То есть, есть же много мелких организмов, существование которых мы даже не подозреваем. Но, тем не менее, они являются важной частью экосистемы и играют большую роль в ее очищении. Также в ходе лекции участники программы узнали о том, какая работа ведется по сохранению водных объектов на территории республики. В частности, озер. Дело в том, что не все водоемы может защитить государство. Некоторые из них слишком малы и не попадают под действие законодательства. Здесь на помощь приходят ученые и местные жители. В ближайшее время участники программы смогут посетить питомник краснокнижных растений, изучить экотропы города, взять пробы родниковой воды и отправиться в научную экспедицию в формате сплава с представителями Русского географического общества. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. По данным информационного агентства ТАСС, более 30% российских подростков не доверяют своим родителям. Что несет за собой тотальный контроль и почему проблема отцов и детей до сих пор актуальна. Подробности далее. По данным опроса ТАСС, только 31% российских подростков полностью доверяют своим родителям. Проблема отцов и детей всегда была актуальна. Эта ситуация встречается во многих семьях страны. Отсутствие понимания – социологический феномен, при котором культурные ценности младшего поколения сильно разнятся с ценностями старшего. На этом фоне между родителями и детьми часто случаются конфликты. Достаточно часто подростки, перенимая опыт своей семьи, стремятся освободиться от давления взрослых, думая, что свою жизнь они устроят по-другому. Понятно, что дети взрослеют, часто родители этого не чувствуют, часто родители находятся в некой психической инерции, восприятие ребенка как беспомощного, потому что они видели, каким этот ребенок был беспомощным, и вот этот психический след остается. Например, говорят же, мы всегда для своих детей, для своих матерей маленькие дети. Но вот этот психический след, это психоинерция, это определенно, так сказать, когда мать застревает и видит в своем ребенке только ребенка. Это одна из мощнейших проблем. Многие родители считают, что уважения и послушания со стороны детей более чем достаточно. Они не желают выстраивать дружеское отношение со своим чадом, чтобы не рисковать потерей собственного авторитета. Степень откровенности детей в общении со старшим напрямую зависит от умения взрослых сформировать доверительную атмосферу дома. На основе дружеских отношений легче устанавливать правила и возможные ограничения. Проблема в том, что старшее поколение зачастую не старается выстроить со своим чадом хорошие отношения. Сами родители порой не стали друзьями своих детей, а самая главная задача и великое счастье между родителями и детьми – это стать друзьями. Это значит, что чувствует каждый, а для этого должен баланс. Если вы хотите подружиться и дружить со своим ребенком, вы должны, как говорится, иметь равновесие, доверять. Родитель должен доверять свои чувства и размышления, и ребенок должен доверять свои чувства и размышления. К сожалению, по статистике часто дети начинают доверять свои чувства и размышления, а родители на это не способны, и ребенок это чувствует и после, и через некоторое время перестает доверять им. В принципе, это нормальная статистическая ситуация для России. Я думаю, что это очень грустно, потому что родители – это первые люди, с кем мы встречаемся в этом мире, и в принципе они нас любят всю жизнь просто за то, что мы есть. И если нет такого близкого человека, которому ты можешь прям всегда довериться, мне кажется, это очень тяжело. Ну, да, такое встречается, допустим, у моих подруг очень многих плохие отношения с родителями, но я считаю, что родители не выбирают, и как бы все равно можно найти какие-то компромиссы и как-то наладить отношения. Я отношусь к этому, конечно же, грустно. Хочется как-то помочь, поддержать, но я понимаю, что не каждый родитель тоже может выслушать правильно, правильно дать себе совету своему ребенку. И это, наверное, работа, общая работа над собой, общая работа над семейными отношениями. Выстраивать коммуникацию со своим ребенком – это самое важное, это задача, цель любого родителя. Если ты ее не умеешь выстраивать, если у вас есть какие-то барьеры, непонимания, то ни к чему хорошему точно не приведет, а уже когда будете становиться старше, то пути будут расходиться. Хотя так не должно быть никогда. В основном я привыкла не делиться секретами со своими родителями, потому что у меня с ними достаточно сложные отношения, и мне легче все-таки поделиться с близкими людьми, с друзьями, с моим молодым человеком, потому что я не совсем доверяю своим родителям. Родители, желающие в полной мере контролировать своих детей, начинают отслеживать их поведение и поступки, круг общения и интересов, мысли и чувства. Систематический надзор подразумевает разделение сфер жизнедеятельности, находящихся под управлением родителей и области самостоятельности и ответственности самого ребенка. Чрезмерный контроль разрушает личность ребенка, подавляет в нем инициативность. В результате он может превратиться в безвольного человека, не способного к принятию любых самостоятельных решений, начиная с выбора вкуса йогурта, заканчивая определением дальнейшего жизненного пути. Из таких людей в будущем могут вырасти наркоманы или алкоголики, потому что психика уже взрослого человека не просто ищет компенсации, она ее требует. Конечно же, это связано с высоким уровнем тревожности таких родителей, и эту тревожность они каким-то образом снимают, уменьшают с помощью некой предсказуемости того мира, в котором они находятся, так, чтобы не было непредсказуемых, неприятных каких-то событий, не только с детьми вообще. В итоге из загнанного ребенка вырастет человек с нестабильным психическим здоровьем и плохим отношением с родителями, которые вовремя не услышали своего ребенка и не попытались наладить контакт. Если ребенок глубоко осознает, что он в принципе способен самостоятельно проявлять себя как личность, иметь способность решать многие проблемы, а личность – это субъект самоправления, это личность, это когда существует ответственность, если ребенок понимает, что он уже справляется, он должен каким-то образом обосновать это, убедить в этом родителей на примере своего поведения, тогда, возможно, такое поведение исчезнет со стороны родителей. Для создания экологической обстановки в семье эксперты советуют выстроить доверие и сохранить дружескую обстановку, которая укрепит отношения между родителями и детьми. На Всероссийском дне поля 2023 в минувшие выходные был представлен образец беспилотного трактора высокой степени автоматизации КФУ МТЗ-3525, созданного учеными Казанского федерального университета. Уникальная сельскохозяйственная техника разработана специалистами Центра превосходства, специальная робототехника и искусственный интеллект Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Напомним, что проект беспилотного трактора реализован в рамках программы стратегического академического лидерства КФУ «Приоритет-2030». На этом у нас все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова